Привет, друзья! Тема сегодняшнего ролика – школьная жизнь. Уверен, что практически каждый из вас хоть раз прогуливал занятия. Нет? Ну тогда, скорее всего, прогуляешь. А если не прогуляешь, обязательно напиши об этом в комментариях. Я вручу тебе диплом сверхчеловека. Недавно на одном из стримов я рассказывал эту историю. Кто уже слышал, напишите об этом в комментариях. А кто нет, приятного просмотра. Кто знаком с моим каналом уже более месяца, тот уже неплохо изучил мою историю о школьной жизни и некоторые мои легендарные приключения. Но это всего лишь капля в море из того, что я могу вам рассказать. 2000-е годы были не столько веселыми и интересными. Просто в тот период детвора и подростки, особенно в деревнях и поселках, вели совершенно иной образ жизни, в отличие от городских детей. Не обессудьте, но в те времена, вместо того, чтобы целыми днями пялиться в монитор в поисках новенького мемаса или угарного видеоролика про осмотры тонны порнографии и залипалово в онлайн-игрушки, мы искали альтернативу. Уверен, будь у меня тогда компьютер и интернет, моя бы жизнь была совершенно другой. Потому в поисках веселья детвора нашего времени пыталась создавать себе развлечение самостоятельно. Казалось бы, что тут такого пойти в заброшенный колхоз и нырять в ангаре щучкой в сено? Копать в лесу землянку, которая через несколько дней завалилась. Хорошо, что не на нас. Сейчас развлечения большинства подростков сильно отличаются, потому что истории людей моего поколения кажутся сверхэпичными. Несмотря на то, что в школе в наше время был жесточайший контроль и о каждом пропущенном уроке преподы доносили родителям, мы все равно умудрялись прогуливать уроки. Зачем? Но иногда на уроках такая печаль нагнетала. Зануда препод что-то там бормочет под нос. Скукота, пиздец. Ну, невозможно высидеть на уроке, потому минимальное, что можно было сделать, это отпроситься типа в туалет и сидеть на улице за школой и рассматривать тучки. По крайней мере, это лучше, чем смотреть на морду препода зануды. А уж поверьте, в нашей школе таких было около 80% и практически все пенсионного возраста. Некоторые преподаватели вообще не реагировали на поведение учеников, они просто делали свое дело, потому зачастую на уроках украинского языка и литературы могло из урока уйти полкласса, типа в туалет. И представьте себе картину, когда в классе 28 человек и тут на урок украинского языка заходит классуха, и тут вместо 28 учеников сидят наши горочки и несколько лохов, у которых кишка была тонка, выйти из класса. А где остальные? Где-где? Остальные пацанчики в столовке тусуются, чаек попивают, булочки хавают. И тут в столовку залетает классуха, пена изо рта орет так, что желудок через глотку видно. А ну в класс, я вам сейчас покажу, как уроки прогуливать. Все бегут на третий ор на всю школу, кто-то по пути еще на звонок нажмет. Ай, было весело. А представьте себе воспоминания тех, кто всегда придерживался дисциплины, был таким якобы правильным. Да им, сука, даже и вспомнить-то нечего. Они могут рассказывать только о том, как они уроки учили. Эх, эпично, не правда ли? Да, я согласен, что наше поведение зачастую было неприемлемо, но зато есть о чем вспомнить, да и вам рассказать, собственно. Я, кстати, уроки прогуливал нечасто, ибо моя классуха-мразуха постоянно наяривала на домашний телефон родителям и рассказывала о моем плохом поведении, плохих оценках или прогулах. Зачастую данную проблему я решал путем выдергивания телефонного кабеля. Ха-ха-ха-ха. Классуха дозвониться домой не может. Домой она приходила, ну, очень редко, потому иногда такой способ был очень даже эффективным. Но когда однажды батя спалил меня на том, что я выдергиваю телефонный кабель, ах, было, сука, совсем не весело. Ха-ха-ха. Получил пиздюлей, но меня это надолго не останавливало. Ха-ха-ха. Конечно, прогуливать уроки с одноклассниками вообще бесценно, но зачастую их прямая кишка давала слабину. Ха-ха-ха. Потому на них я особо не рассчитывал. И зачастую действовал в одиночку. Я начал прогуливать уроки еще в пятом классе. И это был, кстати, по-моему, первый раз, когда я решил прогулять полноценно весь учебный день. За день до этого было все так хорошо, весело. Легкие уроки, физкультура, украинский. Школу реально хотелось идти. А на следующий день, если не ошибаюсь, это был четверг, была полнейшая задница. Алгебра у неадекватного препода, который пиздил учеников. Кстати, я о нем рассказывал. Смотрите мои видео. Инглиш у классухи, физика у козла. Кликуха у него такая. И в тот день, к тому же, была лабораторная. Ну, сука, ну так не хотелось идти в школу. Ну так на душе херово было. Ой, вам не передать. Ах, еще на улице так мерзко. Конец зимы, все тает, на улице болото. Ну, короче, утром я проснулся, попил чайку, собрал все книжки и тетради в рюкзак и двинул типа в школу. Но по выходу из дома я все-таки осмелился прогулять тот учебный день. Надеялся отмазаться тем, что якобы заболел. Тем более, в тот период много кто из нашего класса болел. Потому я надеялся, что поверят на слове и не станут уточнять у родителей. Вместо того, чтобы отправиться в школу, я отправился в лес, чтобы побродить по заброшенной стройке возле больницы, а дальше пойти к отстойникам, на которых я, кстати, еще ни разу тогда не был. Я медленным темпом по лесочку прогулюсь, солнышко прогревает, уже немного весной попахивают. Хоть и холодно было, но душу греет то, что я не в школе. Наконец-то отдохну хоть денек от этих преподавателей. Я прошелся на отстойники, потом на улицу, на которой тоже еще ни разу не был. Далее просто наугад решил пойти возле озера, чтобы узнать, куда я смогу выйти. Времени в тот день было много, шесть уроков как-никак, потому я особо и не торопился. Правда, уже после леса у меня промокли немного ноги, но меня это никак не остановило. Лучше с мокрыми ногами да на свободе, чем в тепле и сухости, но в школе. Ха-ха-ха-ха! Кстати, в тот день какого-то хрена я пошел в туфлях. Не помню, почему я и ходил, но это была не лучшая обувка в такую погоду. К тому же, в тот день у меня не было ни часов, ни телефона, хоть бы как-то узнать время. Потому я не спеша сунул себе дальше. Потихоньку осматривал новые места, а времени было еще до хрена, потому в тот день хотелось осмотреть реально все. Далее я по этой улице спустился к речке и посидел немного возле дамбы, прямо возле моста. Я хотел уже уходить ближе к центру, но тут я понял, что передо мной старое кладбище, на котором я еще ни разу не был. И я, недолго думая, отправился еще и туда. Это кладбище довольно-таки старое, очень много каменных памятников, мрачноватое, конечно, место для прогулки, но интерес к новому месту взял свое. Я побродил еще по кладбищу, сел на столик, заполнил дневник на следующий день, типа был в школе, написал какие-то фейковые домашние задания и двинул дальше. В тот день время тянулось нереально долго. Учитывая то, сколько я прошел в тот день от дома до кладбища, это уже было более пяти километров, а тем более я телепал неспешно и казалось, что уже очень много времени. Но пока я сидел на кладбище, понял, что я капец как замерз и решил идти домой, тем более мне казалось, что уже пора. Я уже стремительным темпом пошел через лесок, вышел обратно к отстойникам и держал путь домой. Вот только был небольшой косяк, чтобы не попадаться людям на глаза, я решил не идти по основной дороге, а срезать путь через огороды. Я никогда еще не был в этих краях, потому шел наугад не думая, что меня в огородах может ждать какая-то опасность. Прямо возле отстойников я сворачиваю направо и пошел по огородам в сторону центра. И вроде казалось все таким спокойным, вроде обычный огород, чернозем, а поверх земли практически полностью растаявший снег. Я прошел один огород, потом второй, и где-то приблизительно в этом месте я зашел на чернозем, который был реально как болото. Я не знаю, нахрена я туда пошел, но буквально пройдя по этому огороду метров десять, я начал очень сильно грузнуть в этом болоте из земли. Казалось бы, вроде обычный чернозем. Угу, хрен там. После растаявшего снега эта земля превратилась в болото, и чем дальше я заходил, тем глубже это болото засасывало мои ноги. И вроде до конца оставалось не так уж много, но было капец как стрёмно. И тут я делаю следующий шаг, и моя нога проваливается в это болото практически по колено. Я давай доставать эту ногу с болота, и сука, с ноги слетает туфля. Блин, на улице холодно, жесть. Я давай рукой в это болото, вроде нащупал туфлю, как понял, что вторая нога в такой же ситуации. Это был пиздец, ребята. Я еле достал вторую ногу из этого болота, пока вытянул вторую, уже был практически весь в болоте. Грязный пиздец. Бля, без носков, босиком, по этому болоту пытаюсь выйти, ноги грузнут, слишком сильно. Я в тот момент реально так испугался, думал, что загрузну по уши. Я одел туфли на руки, чтобы поверхность упора была больше, и начал на четвереньках буквально ползти из этого огорода по болоту. И чтобы вы понимали, мои носки, штаны и руки, мало того, были в болоте, так они еще и были мокрыми. И мне реально надо было что-то делать. Эти 15 метров чернозема я запомнил надолго, пацаны. Это было одно из самых опасных приключений в моей жизни. Но на этом все так не закончилось. Я, короче, босиком с этого огорода до этого леса бежал в поисках снега или воды, чтобы хоть немного очистить одежду от болота. Ибо идти таким домой это смертный приговор. А признаться еще в том, что я прогулял уроки, чтобы полазить по болоту, было бы пиздец, как зашкварно. Кстати, можно было бы еще и к колодцу к этому подойти. Но я не хотел, чтобы меня спалили местные, потому побежал в лес. И приблизительно вот здесь, в лесу, к моему счастью, я увидел огромную просто лужу, которая сверху была покрыта льдом. А в связи с тем, что в лес солнечные лучи вообще не попадали, там было жесть, как холодно. Я прямо возле этой лужи снимаю штаны и начинаю стирать свои вещи. Туфли, носки, штаны, рукава свитера, немного запачкал куртку. «Эх, как же я в тот день замерз!» Я думал, что домой просто не дойду. Достаю из рюкзака книжки, становлюсь на них, потому что уже ног практически не чувствовал, и начинаю листьями из тетради вытирать ноги и руки. Постирал туфли, штаны и носки в луже, снял свитер, замотал ноги, чтобы хоть немного согреться, и тем временем выветривал носки, чтобы хотя бы немного их просушить. Это было абсолютно бесполезно. Если были бы спички, я бы разжег костер в лесу и согрелся, но, к сожалению, при себе такого добра у меня тогда не было. Эх, короче, спустя еще 20 минут мои ноги чутка согрелись, и я одеваю мокрые полугрязные штаны, потому как болото выстирать в луже, ну, просто нереально. Окутал ноги бумагой, чтобы хоть как-то компенсировать холод. Поверх одел мокрые носки туфли и двинул домой. «Ха-ха-ха-ха!» «Вот это, сука, я в этот день прогулял уроки!» «Ха-ха-ха-ха!» «Вот это было жестко, пацаны!» «Это был реально один из самых хреновых прогулов в моей жизни!» «Промерз я до кости, отогревался дома до самого вечера!» «И самое главное, после всего этого я прихожу домой, смотрю на время, а там, сука, 12.30!» «Это всего лишь 4 урока прошло!» «А у меня за этих 4 урока чуть ли не вся жизнь перед глазами промелькнула!» «После этого меня спалили, что я прогулял в тот день уроки!» «Я пришел домой, а классуха-мразь уже успела позвонить бате и сказать, что меня в этот день не было в школе!» «Я еще дома выгреб сочных пиздюлей и понял, что оно того нихрена не стоило!» «Разве что этим роликом я расскажу вам, что иногда прогуливание уроков в незнакомых местах может повлечь за собой массу неприятностей, да и особого выигрыша ты не получишь!» «Потому сколько я вспоминаю эту ситуацию, задумываюсь лишь об одном! Лучше бы я в тот день остался в школе, чем вот так лез по болоту и потом купался в луже!» «Ха-ха-ха-ха!» «Так что иногда лучше посидеть на уроках и давиться от болеводного препода, чем повторить мою историю!» «И в итоге все равно получить пиздюлей за прогул!» «Понимаете?» «Ха-ха-ха-ха!» «На 15 тысяч лайков расскажу о том, как мы в 10 классе допроходили комиссию военкомат всем классом и решили зайти в чужую школу нашего районного центра!» «Ох, сука!» «История более чем эпичная!» «До скорого!»